В Кремле подтвердили выступление Путина на саммите по климату, да, но выступление будет через видеосвязь, то есть пока они не будут встречаться с Байденом, но очень Путину хочется. Песков рассказал об опасных хобби Путина. Иногда бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этом хобби. Морские прогулки к китам на Камчатке, полеты со стерхами, ну и так далее. Ну а что же он конный спорт-то еще не рассказал про конный спорт? Представляете, вот как учу. Самое опасное хобби Путина, чтобы вы знали, это геноцид. Ну помните фильм Догма, когда там было сказано, что геноцид это самое утомительное занятие после хоккея. Вот у Путина хоккей, да, и геноцид это самая вещь, которая его больше всего утомляет. Такое хобби уничтожение русского народа. Поэтому это самое опасное, за это он на кол сядет этот козел. Россия писает вам американскому послу поехать в США. Бля, душой можно. Как Путину мы всегда говорим. Слышь, Путин, иди и не возвращайся. Да, вот они взяли наш метод. МВД РФ опубликовал черный список американских чиновников, и что теперь с ними сделают, с этими чиновниками, которые в черном списке. Их не пустят куда-нибудь, я не знаю, в Урюпинск, например. Они не смогут приехать в Урюпинск или в Янотаевку. В Янотаевск не заедут никак. Жаль, что я могу сказать. Или там какую-нибудь песковатку. Не смогут жить в третьем решающем. И вот пишут, что появился бразильский вирус, который еще страшнее прошлого вируса, коронавируса. Это мутировавший коронавирус. Им заболевают все повторно. Ну и в общем вечная тема. Теперь навечно в карантин. Вечный карантин. В Киргизии президент предлагает лечиться от коронавируса настойкой из ядовитых растений, от употребления которой можно умереть. Да, он на центральном телевидении выпил сам эту настойку. Но сказал, что ее ни в коем случае нельзя пить холодной. Ее надо пить горячей. Теперь ее развозят по больницам и будут горячей настойкой вот этой в больнице лечить. Ну в общем нормальная такая веселая новость. Вариантов два у тех, кого вот такой настойкой лечить. Либо они откинутся и очень быстро надо ядовитое. Либо выздоровеют. Так что в любом случае это или туда или сюда. Общественный совет при Ростуризме предложил вывозить из Турции платно. Ну вот люди на Луну летают. А эти в Турцию сами ограничили, отменили полеты сами. А вывозить теперь будут платно. Можете себе представить. Это общественный совет при Ростуризме. Представляете какие-то общественники. Врачи-общественники как в золотом селедке. Просто хрень какая-то. Общественники они. От какого общества-то они? Защиты. Защиты бабла, дерипасок и всех остальных. ФСБ выявили 55 подпольных оружейников в 21 регионе России. Но ФСБ всегда подпольно торговало оружием. И не только подпольно. Те люди, которые занимались хоть когда-нибудь особенно оружием таким музейниками. Они знают, что за всем этим стоят ФСБшники. И они являются главными торговцами. Ну как в собственной торговле наркотиками и всем. А сейчас видите. Они начали подпольных оружейников хватать. То ли они хватают конкурентов. То ли значит расчищают. Попали оно для кого-то. Или для чего-то. Ну то ли они испугались вот того Тищинского стрелка. У которого сто стволов. Что же они поизборщики не знали сколько у него стволов? Конечно. Конечно знали. Я думаю, что он под их крышей работает. В Москве возбуждены два дела хищения у Роскосмоса. Ну понятно, что у Роскосмоса все украли. Но скажут, что виноваты те, кто там украл какую-нибудь гайку или болтик украл. А не Рогозин и не вся остальная сволочь. Редактор субтитров А.Семкин